Таланту не научишь, но талант без учебы бесполезен. Приветствую вас, златоглавые пингвины, с вами Федорович. В этом видео я продолжу свой рассказ про одного из самых жестоких боксеров самой жесткой эпохи в тяжелом весе, Ленокса Льюиса. А первую часть вы сможете посмотреть по ссылке в описании под видео. После молниеносной и сокрушительной победы за полторы минуты над Голотой 28 марта 1998 года Льюису пришлось в третий раз защищать свой пояс WBC против нокаутера Шеннона Брикса, который очень много своих побед одержал в первом раунде. Именно такую же тактику он и выбрал на этот бой. Два раунда, целых 6 минут. Шеннон бомбардировал Ленокса своими кувалдами, но чемпион выстоял. А потом начал мстить. Сильно, больно и точно. С каждым раундом преимущество Льюиса было все более явным. Брикс трижды побывал в нокдауне, а в середине пятого раунда встать уже не смог. 13 марта 1999 года на Мэдисон Сквер Гарден состоялся один из самых долгожданных поединков, которые все фаны ждали с огромным нетерпением. Ветру у скалы забрать нечего, а вот мужикам терять было что. Ведь на кону стояло три чемпионских пояса. Один Льюиса и два Холлифилда. Весь бой два гладиатора рубились кость в кость. Оба попадали, но никто не собирался не то что падать, а даже делать шаг назад. В чемпионских раундах Ленокс был немного лучше, за что и одержал победу очень близким раздельным решением судей. Тот, кто храпит, всегда засыпает первым, а тот, кто сильнее бьет, побеждает. Но не всегда. 29 апреля 2000 года 34-летнему Леноксу все предрекали тяжелейший бой. Ведь напротив него в ринге стояла начинающая 27-летняя звезда с габаритами Кинг-Конга по имени Майкл Грант, у которого была 31 победа и ни одного поражения, в отличие от Льюиса. Но Ленокс, наверное, уже давно не слушал всех предрекателей и уже в начале второго раунда отправил Гранта в нокаут. 11 ноября 2000 года Леноксу в очередной раз пришлось защищать свои пояса от грязных перчаток-посягателей. А с поясом WBC это уже было в девятый раз. Но в этот раз против него вышел на бой самоанский ганнибал Дэвид Туа, который наверняка, если бы захотел, мог бы стать предводителем всех племен в рукопашку. Это был очень жесткий бой, в начале которого Туа попадал своими фирменными хуками, а с экватора уже привычно включился Льюис и начал беспощадно расстреливать мощного, но низкого Дэвида. По итогу единогласным решением судей победу одержал Ленокс. Шок Дятла от Кукушонка в своем гнезде – это пыль. По сравнению с шоком, который испытали все фанаты бокса, когда Ленокс Льюис 22 апреля 2001 года проиграл нокаутом в пятом раунде Хасиму Рахману и потерял все свои пояса. После этого поражения Ленокс много говорил о том, что это был лаки-панч, а на пресс-конференциях и совместных интервью не раз сходился с Хасимом в бою без перчаток, подогревая интригу к реваншу. И он не заставил себя долго ждать. Через полгода, 17 ноября 2001 года, в Лас-Вегасе состоялся бой Льюис Рахман 2. Ленокс был очень зол, и всю свою злость и агрессию он обрушил на Рахмана, доминируя и избивая оппонента на протяжении четырех раундов, завершив свою месть и ярким нокаутом, который многими экспертами был признан величайшим нокаутом в истории бокса. Даже Акелла не смог убить оленя на последней охоте. Что же говорить про боксеров, которые с каждым годом теряют хватку? 8 июня 2002 года состоялся бой, который своей афишей заманил к экранам телевизоров миллионы зрителей, которые особо боксы не любили. Ведь в ринг вышли две живые легенды – Ленокс Льюис и Майк Тайсон. Конечно, если бы этот бой прошел лет 10 назад, это было бы поистине величайшее событие. А так фаны увидели блеклую тень былого Тайсона, да и Льюису уже 36. В первых раундах Майк пытался рубиться как в молодости, и даже пару раз приземлил свои отбойные молотки на челюсть Ленокса. Но тот все выдержал и постепенно начал переигрывать и перебивать Железяку, делая ему сечки и гематомы. В восьмом раунде Майк упал в нокаут и закончил это душераздирающее зрелище для всех его фанов. Самое сложное в успехе – найти того, кто будет за тебя рад, а за победу боксера всегда радуется много людей. 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе Леноксу пришлось защищать все свои пояса от посягательств украинского гиганта, лучшего тяжеловеса 2000-х Виталия Кличко. С первых секунд Кличко захватил инициативу и поразил весь мир своими джебами, шокировав Льюиса в частности. Только с третьего раунда у Ленокса начало хоть что-то получаться. Но ироничная судьба злодейка внесла в этот невероятный бой свои коррективы, наградив Виталия очень глубокой сечкой, которую даже запрещает к показу YouTube. Таким образом, вынудив в шестом раунде врача остановить бой и присудить победу Льюису. После боя лицо Ленокса было в гематомах и сечках как никогда до этого, а ведь прошло всего шесть раундов. Это был последний бой Льюиса, который завершил карьеру, владея тремя поясами, с рекордом в 41 победу, 2 поражения и 1 ничью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой бой Льюиса вам понравился больше всего. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Также подпишитесь по ссылке на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok